всем большой привет зрителям и подписчикам моего канала и мы продолжаем наш обзорчик переходим ко второй части и на второй части у нас будет вот такой вот воблер от азинии копия на джеком мегалон и хочу сказать что эта коробочка вообще вся помятая смотрите это не я на нее садился такая вот пришла запасный хвост да неудачно пришла я думаю с воблером все нормально стороны сам еще не раскрывал ждал посмотрите да воблер повезло все с ним нормально резиночки не снять мешаются вот зенечки сняли сразу говорю на подсказке кто пропустил первую часть или другие в будущем то на подсказке будет плейлист специально сделал название как и тут написано азиния новый бренд от беркинг так возвращаемся к воблеру тройники абсолютно острые но загнуты вот так вот внутрь чуть да и что у них новое вот хвостик такой какой-то розовый таких хвостиков вроде бы еще не было не знаю может по цвета не подстраивались такой в этой коробке также как и в беркинг запасной хвостик в данный момент у меня их очень много так как у меня этих мегалонов целая куча разных цветов набрал вот что еще до кто не знает заявлен до метр восемьдесят загубляется сто тринадцать миллиметров вес не помню сколько заявлен поэтому сейчас его завершим 1409 вроде бы 13 грамм заявлены так и как и думал что в ультравиолете пуза светится и туловище таким фиолетом светится фиолетовый цвет щука как я знаю что она его очень хорошо видит но это практически то есть теоретически такие вот глазки шумные но я не думаю что он будет до метр восемьдесят загубляться так как от беркинг где-то полметра от силы идет вот все если будет тонуть то конечно да на паузе может очень далеко задумиться на этом мы увидим на водоеме как он будет работать показывают беркинг тоже пару зубов оставила щука воблер рабочий вот видно что рабочий глаза я скажу одинаковые но тройники вот такие вот прямые если с этим сравнить вот так вот заточены внутрь по звуку я не знаю вроде бы чуть отличается сразу же извесим его 14.19 но это 14.09 практически одинаковые из-за лака может чуть-чуть там пару грамм итак вот такой вот маленький обзорчик много не стало о нем рассказывать потому что обзоров навалом от него есть да и поэтому идем на водоем и показываем там как он себя будет как он будет там играть или что еще поймаем это мы еще увидим так что подписываемся и ждем обзор на водоеме и для него место нашлось идем дальше ну чтож будем тестовать на воде копию мегалон утра рано сразу кидаю где мелко сразу кидаю где мелко с долгими паузами оказывается воблер медленно-медленно тонет сперва я думал снять или не снять заводное кольцо но придется снять если медленно тонет чтобы был сиспендер да если кольцо снять то будет очень-очень медленно тонуть может даже медленно сплывать вот такая вот игра у него равномерочка вот такая вот игра у него равномерочка вот вот маленькие рыбки проплывали вода мутная поэтому не видно толком не знаю камера будет это видно нет вот так вот твичивается равномерочка заводится заводится сразу просто на равномерке ловить переворачивается и встает при твичи сейчас если еще раз получится вот вот переворачивается поэтому этот воблер должен на долгих паузах срабатывать вот так вот медленно-медленно тонет дернешь перевернулся так вот что ж пробуем еще раз пару забросиков сделать кстати там я то есть щука срезала мне воблер тоже суставник от серебряного ничья плотва твин может там еще что-то стоит после после дождей вода вот такая мутная может из-за этого рыба не видит так сильно сегодня проехал не ловить рыбу а просто покидать сейчас всего лишь время поэтому а кому интересно будет подписываемся и все равно буду на них часто рыбачить так так то есть что тут а Если время еще останется, перейду на другой берег, где мелко, там покидаю этот рублер. Вот, наверное, чуть глубоко для этого рублера. Туда, друзья, колокола я выключил, камеру, да, ну, была поклевка, дернула за этот рублер, хотел прощаться с вами, вот, пока колокола гремели, камеру выключил, что-то дернуло. Может, головы маленькие, или окунь. В следующий раз вас ожидает вот такой вот воблер, тоже от Азини, копия на орудру, замечательный воблер. Всем пока-пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok